Все. Дорогие отцы, матушки и дети, всех приветствую на нашей вечерней конференции. Сегодня мы с вами продолжим изучать творение Авы Дорофея и конкретно уже это поучение восьмое под названием «О злопамятности». Здесь подробно Авы Дорофей на примере разбирает, что такое злопамятность и как ее отличить, чем отличается от вспыльчивости, раздражительности, от гнева, как это проявляется и, конечно же, как с этим быть, как с этим бороться. Отцы сказали, что монахам не свойственно гневаться, также и оскорблять кого-либо. И еще, кто преодолел гнев, тот преодолел демонов, а кто побеждается с сею страстью, тот вовсе чужд иноческой жизни. Конечно же, он поучение давал своим братьям-монахам, но, разумеется, здесь мы на основании Евангелия можем отнести это и ко всем людям, ко всем христианам, что нам не должно быть свойственно гневаться или оскорблять кого-либо. Что же должны мы сказать о себе, когда мы не только не оставляем раздражительности и гнева, но и предаемся злопамятности? То есть, тут уже перечисляются все страсти и сейчас он будет разъяснять, как они между собой отличаются. Но можете внимание обратить на экран, у кого есть возможность. И тут изображена примерно схема, как происходит распространение, развитие страсти, как переход от одной страсти к другой происходит. Случается, что между братьями, когда между братьями произойдет смущение или возникнет неудовольствие, один из них поклонится другому, прося прощения, но и после сего продолжает скорбеть и иметь помысл против брата. А вот Дорофей говорит, что этому человеку, который и поклонился вроде бы, но все-таки помысл против брата продолжает иметь, нельзя оставаться в таком состоянии, нужно с этим бороться. Таковой не должен пренебрегать сим, но пресечь он ее вскоре, ибо это есть злопамятность. А она, как я сказал, требует от человека многого внимания, чтобы воной не закоснеть и не погибнуть. Кто поклонился, прося прощения, и сделал это ради заповедей, тот в настоящее время исцелил гнев, но против злопамятности еще не подвязался, и потому продолжает скорбеть на брата. Ибо иное злопамятность, иное гнев, иное раздражительность и иное смущение. И теперь он уже будет пояснять это свое учение на примере огня, такого привычного явления, как огонь. Кто разводит огонь, тот берет сначала малый уголек. Это слово брата, нанесшего оскорбления. Вот это пока еще только малый уголек. Ибо что такое слово брата твоего? Если ты его перенесешь, то ты и погасил уголек. Если же будешь думать, вот, внимание, вот такие помыслы бывают. Помнится мне на исповеди как-то один брат, ну, он такой больноватый был, к нам временно в монастырь пришел, на месяц или на два работник банка, почему-то там на своей работе стал бесноватым, и он слышал голоса. И когда он называл, что именно слышит, то я обратил внимание, один в один, как у нас бывает помысл. То есть, ну, и как святые говорят, что те мысли, которые у нас в голове, большая часть даже, это помыслы, беседы, внушения врага. Итак, если же будешь думать, зачем он мне это сказал, и я ему скажу то и то, и если бы он не хотел оскорбить меня, он не сказал бы этого, и я непременно оскорблю его. Если мы внимательно будем за собой смотреть, то это нередко бывает вот такого плана помыслов. То есть, возмущение такое, зачем он мне сказал, если я завтра его увижу, я ему еще это вот так скажу, а если он мне так ответит, тогда я ему еще вот это скажу. И человек с помощью дьявола уже планирует, как отомстить своему прежде. Вот ты и подложил лучинки, или что-либо другое, подобно разводящему огонь, и произвел дым, который есть смущение. Смущение же есть, то самое движение, возбуждение помыслов, которое воздвигает и раздражает сердце. Теперь следующая стадия. То есть, первая стадия смущения. Какой-то нам брат кто-то сказал, ну, скажем, ближний, какое-то слово сказал, может, оскорбительное, может быть, какое-то возмущение свое высказал. Вот. Это смущение. А потом может перейти в раздражительность. Итак, раздражение же есть, отомстительное восстание на печалившего, которое обращается в дерзость, как сказал блаженный Ава Марк. Злоба, питаемое помышлениями, раздражает сердце, убиваемое же молитвою и надеждою, сокрушает его. Ну, а сердце сокрушенное, как известно, Бог не уничтожит. Если бы ты перенес малое слово брата твоего, то погасил бы, как я уже сказал, этот малый уголек, прежде чем произошло смущение. Однако же, его, если хочешь, можешь удобно погасить, пока оно невелико. Чем погасить? Молчанием. Молитвою. Одним поклоном от сердца. Вообще, молчание, в этом случае, как святые говорят, первая стадия смирения, это молчание уст при возмущении сердца. Когда вроде и хочется что-то сказать, но мы буквально сжимаем зубы и уста, чтобы не сказать какое-то плохое слово. Это уже неплохо. Человек начинает бороться уже с своим раздражением. Если же ты будешь продолжать дымить, то есть раздражать и возбуждать сердце воспоминанием, зачем он мне это сказал? Я ему скажу то и то. То от всего самого стечения, как я так сказать, столкновение помыслов согревается и разгорается сердце. И происходит воспламенение раздражительности. Ибо раздражительность есть жар крови около сердца, как говорит Слава Васильеву Великиму. Вот как происходит раздражительность. Ее также называют острожелчим, вспыльчивостью. Если хочешь, можешь погасить ее, прежде чем произойдет гнев. Если же ты продолжаешь смущать и смущаться, то уподобляйся человеку, подкладывающему дрова на огонь и еще более разжигающему его, отчего образуется много горящего уголя. И это есть гнев. Так же сказал Ява Зосима, когда его спросили, что значит изречение? Где нет раздражительности, там безмолвствует вражда. Ибо если кто-либо в начале смущения, когда оно начинает, как мы сказали, дымиться и бросать искры, поспешит укорить себя, вспомним, мы еще проходили с вами о самоукорении главу. То есть важно укорить себя и поклониться ближнему, прося прощения, прежде нежели разгориться на раздражительность. То он сохранит мир. То есть то мы с вами мир сохраним. Вообще люди внимательные, духовные, они о себе очень смиренного мнения, себя считают хуже всех людей. И поэтому, когда сталкиваются с тем, что их кто-то как-то обозвал, назвал или что-то сочинил, про них сказал нехорошее, то такой человек, сознавая свою немощь, пред Богом окаянство свое, он не смущается. И даже укоряет себя больше. Если нас обозвали как-то, что мы нерадивые, допустим, в чем-то, в каком-то деле, то укорить как себя нужно? Да, если, брат, ты знал, как я еще нерадив, самым главным делем, в деле спасения души своей. А каждый из нас может себя так укорить, потому что у нас нерадение, это присутствует в духовной жизни, а это самое главное нерадение. Вот, вот что такое самоукорение. То есть, когда человек укоряет себя еще гораздо больше, чем его кто-то может укорить. Подобный случай вспоминается, описан в Отечественнике, когда один святой старец по имени Ава Иоанн Полов, это учитель, духовный наставник, Арсения Великого, преподобного преподобного, вот, как-то он беседовал с братьями, а так как он был очень опытный духовно, то вокруг него всегда братья собирались, и у него все спрашивали, как бороться с помыслами, как со страстями бороться, и он с ними беседовал. А один старенький монах уже, он проходил мимо, как-то уязвился завистью, потому что все к Иоанну идут, а не к нему за советом, и говорит, все пустословишь, Иоанн, и пошел дальше. Все братья возмутились, как можно было сказать на такого великого старца, на Ава Иоанна, такую и у коризма. А Иоанн Колов, он быстренько встал со своего места, побежал к старцу, к этому старенькому монаху, и говорит, эх, брат, если бы ты знал все мое внутреннее состояние, ты бы еще и не то сказал. И святые на самом деле, вот это, может быть и сложно в это поверить, но мы, помните, с вами проходили у Абы Дорофея, что святые на самом деле себя считают ниже всех людей. И это правильное мнение. Логику этого можно так объяснить. Если человек себя посчитает выше кого-либо, даже вот немощных людей, пьющих или бомжей, то тем самым этим превозношением он уже гораздо хуже этого бомжа становится. Потому что бомж на ней не превозносится, а этот человек начинает превозноситься. То есть этот человек заболевает дьявольской гордыней. И это очень страшно. Поэтому святые всегда считали себя хуже любого человека. Вот это, что касается самого корения. То есть, когда нас как-то обозвали, еще надо вспомнить свои настоящие грехи. Даже если нас обозвали или обвинили в том, в чем мы невиновны, мы должны вспомнить свои настоящие грехи и укорить себя. И тогда будем в мире. Вы также можно вспомнить, мы с вами проходили у Авадорофея, когда один брат на все обиды в свой адрес, он никак не показывал какой-то раздражительности, он был спокойен совершенно. И когда Авадорофей спросил его, брат, какой ты имеешь помысел? Как тебе удается сохранять всегда такое спокойствие? То этот брат ответил, что мне ли гневаться на этих псов? То есть, тут такой обратный случай. И Авадорофей, конечно, говорит, что так нельзя поступать, такое бесовское состояние. Ну и даже здесь он его не укоряет, а как он сказал, нашел брат свой путь. Я помнился Господу, чтобы Господь помиловал его и меня. То есть, очень-очень важно спокойно переносить любое слово, любые обиды, как самоукорение. Это вот оптинские старцы, если почитать их письма, их получения, очень много, что смирение и самоукорение. Это наше оружие. Вот я вам показал различия. Понимаете ли, вот вы слышали, что такое начальное смущение и что раздражительность и что такое гнев и что злопамятность. Видите ли, как от одного слова доходит до такого зла. Ибо если бы ты сначала укорил самого себя, терпеливо перенес слово брата твоего и не хотел бы отомстить ему за себя и на одно слово сказать два или три или пять и воздать злом за злом, то избавился бы от всех этих зол, то есть от впадения в страсть гнева и злопаристов. Посему и говорю вам, всегда отсекайте страсти, пока они еще молоды, прежде нежели они вкоренятся и укрепятся в вас и станут удручать вас. Ну, как известный пример, что легче загасить спичку, чем погасить лесной пожар. Легче вырвать сорнячок, пока он еще только как былинка, чем тогда, когда он вырастет уже таким большим растением. То есть так и в духовной жизни. нужно в самом начале, только когда страсть начинает развиваться, сразу против нее противостать. Здесь Авадорофей еще приводит пример, как мы поем салтирь, когда мы, говорит, сами себя проклинаем. Каким образом? Вот он говорит так. «Ибо мы поем ежедневно, прокляная себя и не понимая всего. Не должны ли мы понимать того, что поем?» Это к вопросу о понимании богослужения, внимании к нему. Даже когда батюшка исповедует, приходится исповедовать, вынимать частицы, все время службу надо стараться слушать. Если бывает клирос далеко в кране, иконостас сплошная стена, и в алтаре плохо слышно, надо тогда проводить аудиосистему, чтобы мы службу слышали, особенно вечернюю, утреннюю. На литургии, конечно, там много своих молитв. Достаточно хор слышать и вместе молиться. Итак, изречение псалтирии. «Аще воздах, воздающий ми зла, да отпаду уба от враг моих тощих». То есть говорим так. Если вдруг я воздам злом за зло, пусть я буду от враг моих тощит. Авадорофей отвечает, вот так трактует это выражение. Что значит отпаду? Значит, не иметь больше силы сопротивляться, но лежать на земле. А что значит отпасть от враг своих тщун? Это значит не иметь ничего доброго, чтобы и каким-нибудь образом можно было восстать. Что значит допожнет, допостигнет? Это значит, что будем покорны врагу, доповинуемся ему во всем и в каждом деле. И додолеет он нас, если мы воздаем злом, делающим нам слоем. А что значит живот наш поперед в землю? Это жизнь наша, суть добродетеля. И мы молимся, представляете, чтобы враг попрал в землю нашу жизнь. Да будем совершенно земными, и все мудрование наше да будет приглаждено к земле. Что значит славу нашу персть вселит? Наша слава это ведение, то есть знание Бога. Какое приобретается душой через хранение святых заповедей. Итак, мы просим, чтобы враг обратил славу нашу в студ наш, в позор, чтобы вправь вселил ее и сделал жизнь нашу, славу нашу земными, дабы мы ничего не мудрствовали по Богу, на все только телесное и плоское. То есть этим выражением в Псалтире мы говорим так, Господи, если я кому-то воздам злом за злом, ну практически пишется так, что да буду от тебя отринут и чтобы враг посмеялся надо мной, чтобы я уже ничего не мыслял тебе, представляете, то есть соответственно, чтобы такого не происходило, злом за зло воздавать ни в коем случае не нужно. воздать же злом за зло может не только делом, но и словом, и видом. Иной думает, что он на деле не воздает злом за зло, но оказывается, что он, как я сказал, воздает словом или видом, поскольку случается, что кто-либо одним видом или движением или взором смущает брата своего, ибо можно одним взглядом или телодвижением оскорбить брата своего, и это также воздает злом за злом. Ну, то есть мы услышали опять же, скажем, какое-то слово оскорбительное свой адрес, и мы можем даже этого брата взглядом оскорбить или каким-то жестом, это тоже воздает злом на зло. Видите, какое различие душевных устроений. Другой, хотя и не имеет скорби на брата своего, но если услышишь, что кто-нибудь оскорбил того в чем-либо, или его повронили, или уничижили, и он радуется, слыша это, то оказывается, что он и таким образом воздает зло за зло в своем сердце. Ну, то есть, бывает так, что кто-то нас оскорбил, мы так вроде бы не прогневались на него, стараемся простить, но вдруг слышим, что какой-то у него случился, какая-то скорбь случилась у него, кто-то ему тоже досадил, и мы в сердце своим радуемся. Вот, это уже все равно злопамяство, с этим тоже нужно бороться. Другой, не питает, другой случай, не питает злобы в своем сердце, и не радуется, слыша уничижения, оскорбившие его, даже печалится, ну, то есть, это уже довольно-таки хороший уровень духовности, если ему нарисуют оскорбение, то есть, мы все равно переживаем за этого человека, если у него что-то случилось, оскорбим за него, но вдруг у этого человека ему повысили зарплату, вдруг у него какое-то радостное событие случилось, и мы не смогли за него порадоваться, и это тоже злопамяство, от этого тоже необходимо очищаться. Представляете, какая высота должна быть, чтобы мы радовались за тех, кто нас в чем-то оскорбил. А если, знаете, бывает такое, что действительно мы слышим, что наш обидчик в чем-то пострадал, и у нас небольшая радость от этого, надо в этом каяться, или даже его повысили, дали должность, дали зарплату, и мы не смогли порадоваться этому, в этом тоже надо каяться. Представляете, как внимательна должна быть духовная жизнь. Мы сказали в начале слова, что иной, и поклонившись брату своему, все еще продолжает скорбить на него, ну, то есть, бывает, человек заставился, понудил, поклонился брату своему, гнев исцелил, но еще не подвязался против злопамятности. Вот. А другие могут поклониться друг другу, которые скорбели друг на друга, живут в мире, вот, никакого помысла не имеют друг против друга, вот. вот. А если один другому потом скажет какое-то оскорбительное слово, то второму можно припомнить еще и то, что уже простил. Знаете, в русском языке есть такое, то старое помянет, тому глаз вот. То есть, вот, желательно не поминать уже. Вот. Можете здесь прочитать то, что мы говорили. Ну и здесь тоже уже аналогия проводится с раной интересной. Вот. Тот, кто вспоминает прошлое, подобен человеку, имеющему рану и положившему на нее пластырь. И хотя он в настоящее время заживил рану и она заросла, но место еще болезненно. Если кто-нибудь бросит в него камешком, то место сие повреждается скорее всего всего тела и тотчас начинает источать кровь. Ну то есть, рана вроде зажила, но еще не совсем. То же самое претерпевает ионный человек. Была у него рана, приложил пластырь, сделал поклон и подобно первому исцелил рану, то есть гнев. И начал также усилиться против злопамятности, стараясь не питать ни одного помысла в сердце своем, ибо сие значит, что рана зарастает. Но еще не совершенно она зажила. Еще остаток злопамятности есть, который составляет верхнее закрытие раны, и от него получит хотя бы легкий кушев. То есть человек старается против гнева, раздражительности бороться, против злопамятства бороться, но кое-что еще не хватает. Как же теперь окончательно победить злопамятость? Итак, должно подвязаться, чтобы очистить совершенно и внутренний гной, чтобы больное место совсем заросло, и чтобы не осталось никакого безобразия, и вовсе нельзя было узнать, что на этом месте была рана. То есть как искоренить полностью злопамятство? Как же можно сего достигнуть? И вот он отвечает, и это внимание нужно, конечно, всем учиться, это надо. Молясь от всего сердца об оскорбившем и говоря, Боже, помоги брату моему, и мне ради молитв его. Можно вспомнить, я как-то уже говорил, не помню, в связи с чем, совет старца Амуроси Оптинского, когда у него исповедовались духовные чады, монахини Шамарлинского монастыря, а также других монастырей. Но в монастырях нередко бывают всякие столкновения. Почему? Потому что люди очень плотно друг к другу, общие послушания, общая жизнь, общая трапеза, общее жилище. Вот. И всякие столкновения бывают. Бог попускает, дьявол действует, и человеческие страсти проявляются. И тогда старец Амуроси говорит так, если с кем-то случилось столкновение, то помолись Богу, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй рабу твою, допустим, монахиню Варвару, и ее святыми молитвами, помилуй меня грешным. И это надо практиковать. А если человек этот, ну, еще не молится, мы знаем точно, что он в храм не ходит, не молится, то можно без второй добавки. вот, просто за него помолиться, Господи Иисусе, Христе Сыне Божий, помилуй раба твоего, допустим, Анатолия. Ну, может добавить так, что устрой, как сам знаешь, путь его спасения. Искренне помолиться. Вот это и есть искорение злопавества. Таким образом, человек и молится за брата своего, а это и есть знак сострадания любви, и смиряется. Как смиряется? Потому что просит себя помощи ради молитв этого брата. А где сострадание, любовь и смирение? Что может там успеть раздражительность или злопамятность, или другая страсть? Абвазосима сказал, если дьявол подвигнет все хитрости злобы своей со всеми демонами своими, то все коварства его упразднятся и сокрушатся от смирения по заповеди Христовой. А другой старец сказал, молящийся за врага будет не злопамятен. Ну, за врага имеется в виду, условно говоря, это наш ближний, который в тот момент чем-то нас разгневал, или, допустим, даже может нам он ничего не сказал, но про нас понес какой-то слуг. Вот, и мы, зная это, должны вот таким образом за него помолиться, а если тот человек сам иногда хотя бы молится, то попросить его молитвы, помилуй, Господи, меня грешно. И вот, Ава Дорофей упрашивает, исполняйте это на деле, и тогда хорошо уразумейте то, что слышите, ибо поистине, если не будете исполнять этого, не можете одними словами научиться всему. Дальше приводит сравнение, если человек хочет какому-то искусству научиться, то он не просто из лекции этому учится, а на практике нужно. Индай, испортишь какую-то вещь, пока учишься там мастерить, но это необходимо пройти. Бог даст и нам, помните, Бог да даст нам, помните, исполнять то, что слышим, да не послужит сие нам к осуждению в день суда Господня. Богу подобает слава, честь и поклонение во веки веков. Вот такое восьмое поучение о злопамятности, ну, это частный случай страстей, а так, в общем-то, понятно, что против каждой страсти нужно бороться, начинать в самом начале ее развития. И еще, видите, как молиться за обидчиков, а это, в общем-то, по Евангелию Господь сказал, что мы молились за наших врагов, все прощали им, наших личных врагов. Вот, а евангельские в Западе говорят, святые отцы направлены против страстей, направлены на наше исцеление. Продолжение следует...